здравствуйте товарищи единомышленники рад видеть вас рад что вы видите меня прошу прощения за прошлую позапрошлую несостоявшуюся конференцию тема сегодня у нас будет мифы поговорим о мифах различных мифах в которые принято верить но в которой на самом деле верить нельзя и которыми нельзя пользоваться например там не есть после 6 и все такое в общем будьте задавать вопросы я буду развернуто на них отвечать итак вопросы не вижу вопросов вопросы сегодня будут добрый вечер до пиджачок надела пиджачок немножко изменил имидж некоторые люди не в таком виде даже не узнают уже но это ничего привыкнут у меня привычка менять имидж раз у полгода 1 2 года 1 1 год добрый вечер привет 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 всем привет путник терпение рельеф и масса вырастет тебя все лучше задай мне этот вопрос лично я тебе отвечу посмотрю на твою ситуацию посмотрю на твою обстановку и скажу что не так потому что как правило то что я пишу те программы которые пишу вот любят люди сунуть свой умный нос и вот применять то что они где-то там прочитали слушать всяких там в общем обладателей большого количества грамот и медалей и втыкают это мои программы так вот товарищи смотрите ну например представьте себе есть классный игрок в настольный теннис и есть очень хороший футболист есть офигенный тренер игроков по настольному теннису и есть офигенный тренер футболистов как вы думаете если теннисист настольный теннисист обратиться к тренеру по футболу или тренер по футболу настольному теннисисту будет давать какой-то умный совет потому как надо ракетку держать или как наносить удары как вы думаете будут эти советы работать или нет или тем более если вы сами полезете в этот настольный теннис будучи футболистом и еще мы использовать те советы которые применяются не 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 там куда вы пошли конечно же нет поэтому не ломайте дрова я обычно когда мне пишут что там что-то не работает и созваниваются в скайпе с людьми оказывается что дров наламывают неимоверно большое количество поэтому ребята если я пишу что-то делать значит это важно делать ну смотрите например есть два человека один что-то умеет а второй не умеет ну скажем например один человек умеет продавать кирпичи вот кирпичи по штучно он говорит тому кто умеет продавать кирпичи по штучно говорит научи меня продавать кирпичи говорит хорошо научил бы ты будешь делать то что эти скажу вот у галда залезть на столбе заре вот надо залезть на столбе зарать не нужно спрашивать зачем это делать как это работает в общем какие функции мозга в этом в общем будут включаться на что на объяснение тратится очень много времени и толку с этого мало потому что во первых не поймете во вторых лучше просто пойти сделать и все просто пойти сделать так увлекся этой темой и мои вопросы да прям дик как депутат похож мой родственник когда-то хотели чтобы я полез политику а мне еще в чем одна бабушка сказала что я стану президентом посмотрим смотря чего президентом конференция записываться до поэтому иван бери и там где обычно берешь и очень надеемся что ты его выложишь как обычно вконтакте путник обратись ко мне в онлайн режиме вернее общем лично обратись мы с тобой это все скайпе обсудим посмотрим где-то там дров наломал будет все отлично но если у тебя появляется рельеф это не страшно потому что есть два пути наращивания мышечной массы вот смотрите можно взять какого-то слоняру которого превышенные фекальные жировые запасы и он говорит я хочу у себя рельефную мускулатуру вот вариант 1 можно набрать ему еще больше фекально жировых запасов и увеличить его мускулатуру потом согнать эти фекальные жировые запасы пока он будет в общем тренироваться с превышенными фекальные жировыми запасами будут чувствовать себя очень хреново на здоровье это даст очень небольшой осадок и будут выглядеть хреново несколько лет там год-два сколько надо ему вот а потом получить еще большой стресс при сбрасывании этого веса очень большой стресс придется потом перестраивать всю программу тренировок но это будет немножко быстрее вариант второй который я обычно прорабатываю значит берется человек сбрасывается ему у него все фекально жировые запасы лишние и сразу же параллельно идет работа на рельеф и идет работа на наращивание мускулатуры то есть что получается получается не слон получается лев получается тигр то есть вот получается выносливым сильным у него мышцы рельефные жилистые и сильные и сила потихонечку растет и вносливость тоже потихонечку растет поэтому получается универсальный мэн которого с радостью примет любой спецназ но ты все равно не напиши путник посмотрим как твои дела обстоят александр я не гламурный если бы я была в розовом пиджаке тогда можешь меня обзывать гламурным но я не гламурный не люблю сам гламурных хочется как не переедать тренироваться тебя надо правильно если постоянно хочется жрать то как минимум тебе необходимо разделять белки и углеводы если ты это уже делаешь то хочешь жрать и воду пей зеленый чай без сахара приседай приседай выпрыгиваясь с глубокого приседа перехочешь жрать потому что когда у человека есть фекально-жировые запасы и он хочет есть ему нужно немножко расшевелить свой организм тогда фекально-жировые запасы используются как энергия и человеку не хочет есть почему бывает такое явление когда человек с большими фекально-жировыми жировыми запасами идет и переносит какую-то интенсивную физическую нагрузку значит происходит то есть ему у него может быть тошнота и головокружение это происходит как правило именно потому что организм перенасыщается питательными веществами эти питательные вещества берутся из фекально-жировых запасов добрый вечер тебе обладатель длинного ника правильно питаться тренироваться чтобы мышцы на росли на росли это как раздельно на то есть я беру они растут понедельной программе на тренироваться чтобы с мышцами было то что ты хочешь какая тема конференции тема конференции мифы мифы всевозможные мифа касающиеся диетологии фитнеса тренировок физических нагрузок боб терминатор что в арифлейме делаешь что в арифлейме делаю пригласили меня туда поставить на путь истинный товарищей арифлейм овцев не просто есть такая специальная линия товаров которая предназначена для того чтобы будь чтобы лучше питаться лучше себя чувствовать вот люди кушают этот продукт лучше питаются и лучше себя чувствует но но им хочется тренироваться не хочется правильно питаться они знают как это делать вот для этого есть я я цепь достойный министр здорового охранения да согласен с тобой какую компанию еще пропиарил буржуй 17 непонятно спасибо спасибо что круто выгляжу тренируйся питайся по моим методам и люаз много пробелов и двое тучи будешь выглядеть еще круче чем я что полезнее суп и жареная жареная смотря что жареная гвозди скорее всего полезными не будут если ты собираешься есть суп будет наверное полезным если взять жареную картошку и суп то жареная картошка будет полезнее если взять суп и жареный суп то жареный суп будет полезнее вообще суп настоятельно рекомендую сливать в унитаз и настоятельно рекомендую его не есть и не готовить не переводить продукты потому что всевозможные всякие супы жижи и борщи так далее цель них одна нарушить вашу систему питания придуманы всякие там поговорки там говорят что этом слышал каждый один раз в сутки должен быть суп в желудке бред бред и бред не должен быть суп желудке ни разу сутки то что суп и борщ это извращение там еще полезного нету и об этом уже вам вам рассказывал жиру и ведрами тяжело не передать себя приучить бог терминатор а ты поголодай один день поголодай попей воду зеленый чай проснешься с утра обжорство значительно снизится не разделяя белки углевода посмотри мою конференцию о питании спартанец президент и я цк зачем не президент он смотрим в какие президента что там буду делать не интересно это все президенты хотел добавить что пока вы на хорошие продукты не передаете вообще не будет никакого прорыва это ты так решил да мир 775 755 вернее по продуктам многие говорят что продукты должны быть свежими хорошими здоровыми и так далее я с этим согласен многие ноют по поводу того что у них нету настоящих там супер продуктов из изготовлены в экологические чистых условиях можно тоже их понять но то есть это не оправдание это не отмазка многие придумают отмазки спрашиваешь у него почему такой толстый давай мы тебя подкачаем сделаем классным позитивными так далее он говорит продукты плохие экологии там далее общем обвиняют все что угодно только не себя самом деле виноват только он только этот человек виноват продукты тут ни при чем я могу вам сказать совершенно точно что можно питаться с абсолютно любыми продуктами и а будь хорошей физической форме и классно выглядеть и иметь хорошее здоровье просто если вы будете питаться продуктами качественные у вас будет все на порядок лучше процентов так на 20 вот но самая самая главная беда это не не в том что продукты плохого качества самая главная беда в обжорстве и в неправильном сочетании продуктов можно даже питаться гмошной пищей вот если взять и вот этих толстых жирных американцев и пригнать их сюда ну на не гмошную пищу или дать им нормальную пищу вы думаете они сразу вдруг все похудеют да ни хрена подобного ну может быть сбросят пять процентов своего сала своих фекально-жировых запасов и все дело дело несколько в продуктов сколько в психологии вот как рассказывал мне один товарищ который длительное время обитал в соединенных штатах говорит настоящий американец выходит из дома садится на свою машину сдает назад на 30 метров практик протягивают руку в почтовый ящик достает почту дальше жмет проезжает вперед на 30 метров встать машину выходит заходит дома вот так делать настоящий американцы то есть ленивый как скотина потому потому они такими и являются штатах вообще там ситуация ужасно проголосую за тебя ух ты кто-то заметом голосовать я даже не твой длины прочитаю если ты за меня проголосы ряба в александре ухты блин язык сломать ты бы не сменил начал на улице тренироваться намного легче тренируешь на улице хорошо где взять эти хорошие продукты хорошие продукты можно взять у добросовестных жителей сельской местности люди в которых уверен что они не мешают там никакую фигню какие нитраты селитры всякую там дрянь химическую которые выращивают по совести свои продукты у них можешь брать эти продукты добрый вечер андрей андрей 85 кто живет на севере там бросил курить и растет живут питаясь правильно если у тебя растет живут ты питаешься неправильно клавдий понимаешь чем дело смотри если например возьмешь ты кирпич тебе объяснят супер технологию продаж любых продаж и ты идешь с этим кирпичом и ты не можешь его продать ты делаешь все правильно тебе рассказали как делать правильно ты там все о чем отработал в теории изучил зачет сдал в общем этому профессору по продажам который никогда в жизни свою ничего не продал вот вроде все правильно у тебя не покупать кирпичи знаешь почему потому что ты делаешь все неправильно поэтому если у тебя такая выступающая часть туловища есть в районе пупка именуемая чем увеличенным брюхом лежа пузом значит и питаешься неправильно значит и обжираешься если бы ты питался правильно у тебя бы этого не было поверь не было бы ты может быть думаешь что ты питаешься правильно но правильно ты питаешься или нет проверить просто если у тебя нету превышение фекально-жировых запасах значит ты питаешься правильно если есть значит неправильно поэтому питаешься ты неправильно начиная начиная питаться правильно протеиновый порошок альфа мэн гуд смотря какой протеиновый порошок вообще то есть любую еду можно принимать в любом виде можно и там покромсать на маленькие кусочки можно и поглощать огромными большими кусками можно и стереть в порошок можно перемолоть на мясорубку то есть особо это не повлияет но если мелкими кусками или потереть в порошок скажем какие-то белки но усвоятся они быстрее жевать не придется если зубов нет если я зубы то еще потренируешь некоторые жевательные мышцы так вот что касается противного порошка если ты хочешь выпить протеиновый порошок то поинтересуйся происхождением этого порошка еще он сделать порошок если он сделан из каких-то синтетических белков или из каких-то соевых белков то я бы не потреблялся порошок вообще я тебе советую перейти на нормальную пищу нормальная пища поверь есть все даже то чего нет протеиновом порошке гаракс я тоже в городе у нас с тобой много общего ничего страшного находила выход из сложившейся ситуации есть много людей которые не живут в городе и которые живут в городе и тем не менее питаются продуктами которые берут у жителей сельской местности как ты свое чего призвание нашел бог терминатор а ты веришь ты его нашел счет решил что я нашел свое призвание может не нашел может нашел ну занимаюсь и тем тем что мне нравится а пришел к я к этому просто ну все увидели меня начали задавать не вопросы как быть таким же как я или же лучше чем я я отвечал меня слушали делали то что говорю советовали рекомендовали другим людям те ко мне тоже обращались ну и получилось то что получилось спроси себя чего ты хочешь найдешь свои призвание вообще зачем тебе находить какое-то призвание здравствуй инсайт 91 я нашел после этого сразу начал подтягиваться много что-то нашел молодец нашел берите пример с него стамира 755 red bull через два месяца постоянно болеешь через два месяца невынослив итальяс а ты переставай постоянно болеть и будешь вынослив тренировать тебя надо понимаешь в чем дело любой организм какая бы там не было бы классно его генетика у тебя подозревает что она очень хреновая в любом случае организма без нормальных полноценных физических нагрузок будет чахнуть будет чахнуть будет чахнуть будет деградировать будет превращаться в дегенерата поэтому тренировки они просто необходимо понимаешь не питание правильное необходимо и забудешь о всех болезнях и будешь постоянно сильный и вынослив я уже не помню когда я последний раз болел наверное лет так до десяти максимум что у меня может быть это насморк в очень легкой форме это если меня в снег закопать хотя не помню когда у меня был последний раз какими упражнениями спину подкачать такими упражнениями спина понимаешь что мышц много хочешь всю спину подкачать к это долго тебе рассказывать ко мне обратись в индивидуальном режиме и тебе объясню что со спиной твои делать посмотрим кладить кладить сработать денег ну вроде как шлахтер скажи свои пять способов заработать денег ну вроде того как шлахтер клавдий смотри дело вот в чем дело в том что я не тренер по зарабатыванию денег я не тренер по построению бизнеса ну деньги я зарабатываю это не секрет бизнес строил строю и буду строить это тоже не секрет но понимаешь есть более компетентные люди то есть я даю то что я умею то что я умею лучше других намного лучше других это я даю если еще залезу мне понимаешь мне свои темы вот так хватает вот так если еще полезу в бизнес какой смысл мне лезть и рассказывать тебе способ зарабатывания денег спроси у шлахтера спроси он тебе ответит могу тебе подсказать один способ один очень простой который не требует вложений идешь на улицу берешь кирпич находишь кирпич и идешь его продаешь продал кирпич вот тебе деньги вот тебе и способ зарабатывания денег и может без конца продавать кирпичи до делать упражнения надо динамично и резко тигром особенно слонов я не делаю потому что у слонов много проблем со здоровьем потом а я хочу чтобы все были здоровыми сильными и выносливыми и вообще от слов толку мало то что они могут поднять тяжелую штангу это конечно хорошо по остальным параметрам не радуют они за пределами зала никого дула лим надо упражнение делать в одну чего в одну сторону быстро другую медленной или бросать вес можно одну сторону ты между поднимать опускать поднимать нужно резко опускать нужно тоже резко то есть не зацикливайся над скоростью между поднятием и опусканием то есть поднимаешь максимально быстро как получается и опускаешь свободно все что есть бодибилдеры power лифтеры или кто там у нас еще есть бодибилдеры знаю точно что они поднимают вес медленно опускают еще медленнее поэтому получается такие слоны неповоротливая которых руки тормозят и толком ничего не сделать не могут за пределами тренажерного зала какими упражнения можно лучше накачать шраги фокус 01 шраги понимаешь что то спросил у меня сейчас шраги это и есть упражнение если ты может быть имел ввиду верхнюю трапецию так вот верхнюю трапецию и качаешь шрагами со штангой да мне не нужно быть тигром сильно выносим я хотел быть немного слоном а потом уж работать над силой то выгляжу как рельефный дохляк не нормально хочешь значит быть слоном ладно сердце у меня обливается кровью хочешь быть слоном сделаем из тебя слона но я тебе предупредил что слоном быть это не круто смотрите например нет не буду говорить тебе это ты потом сам это поймешь ладно посоветую упражнения на выносливость выпрыгивая из глубокого приседа вот те упражнение на выносливость антонио с 1993 можно ли вставать в 6 утра не выспавшись а делать серьезные упражнения на мышцы сжимания при стаде если тебе есть возможность делать ведь упражнение только в 6 утра то делай в 6 утра если у тебя есть возможность выспаться еще прогуляться и делать эти упражнения когда ты проснешься то лучше делайте упражнение когда ты проснешься я лично тренируюсь с утра то есть это не утро это где-то часа два с ними вообще очень рано встал вставать в 11 10 часов то есть я просыпаюсь и сразу же идут на тренировку для меня это наиболее удобно что говорят дома надо тренироваться вечером организм общем спит и так далее фигня ты все тренироваться лучше всего когда есть время куда не влом а если ты уж тренироваться утром лучше всего сделать это утром я такие дела то есть утром ты пошел потренировался отстрелялся свободен вечером ты можешь найти еще кучу отмазок для того чтобы не тренироваться и вообще вечером ты можешь отравить себе весь день тем что тебе нужно тренироваться и вообще голове у тебя будет одна тренировка ты будешь думать были надо потренироваться блин надо потренироваться и в результате скорее всего вечером ты не потренируешься потому что нарисуется какая-то общем ситуация которую тебе надо срочно решить поэтому самое главное делать с утра поэтому с утра лучше всего идти на тренировку это кстати очень хорошо дисциплинирует и укрепляет организм не смысл качать пресс по и нет видео при за 8 минут не знаю такого пресса пресс за 8 минут есть у меня видео которое выложил есть в свободном доступе называется супер пресс с моими иллюстрациями вот это упражнение делали вот эти упражнения делал можешь посмотреть на мой пресс тоже в свободном доступе есть можешь посмотреть место считаю что мой пресс это пресс который ты хочешь то используя мои упражнения то что что там придумали за 8 минут или за сколько-то минут еще не знаю понимаешь много этих всяких этих пресс-тренингов я всех не изучал и вообще никакие не изучал кроме своих как быть в пмс женщина что такое пмс пмс период хочется кушать всегда я не знаю что такое пмс объяснишь такое пмс скажите о мифах спрашивайте о мифах расскажу о мифах миф 1 не есть после 6 многие диетологи говорят что после 6 есть вредно говорят что если вы не будете есть после 6 то вы сможете похудеть и у вас все будет хорошо если вы встаете утром рано в 6 7 часов в 10 часов ложитесь спать то не есть после 6 можно сказать что это хорошо но до 6 вы можете еще сожрать три ведра общем поглотить пищи три ведра поэтому и после 6 едите вы или не едите это может особо роли не играть тем более если вы настраивайте себя что после 6 вы есть не будете а значит вы будете нажираться до 6 чтобы вам после 6 есть просто не хотелось это будет отрицательный опыт вот если вы просто после 6 него то есть у просто уберете один прием пищи после 6 и ложитесь 10 часов спать то это будет намного лучше чем в предыдущем случае но я например если я просыпаюсь часа у 2 первые прямые пищи у меня часов 4 то если я буду есть буду после 6 то я просто засохну как-то я буду жить вообще с одним один раз в день это будет сложно для меня поэтому тренируем еще мы просыпаемся мы в разное время поглощаем пищу тоже в разное время так вот что касается а насчет не есть после 6 фигня это все причем ну смотрите большинство людей просыпается утром там что-то вкидывает себя и бежит по делам на работу и так далее дальше днем они тоже что-то себя вкидывает прибегают домой и дома уже нормально едят домой все приходят после 6 поэтому если после 6 вы не будете есть то вы следовательно будете питаться какой-то фигней а это отражаться будет на вашем организме негативно после 6 есть можно но питаться нужно правильно а именно необходимо разделять белки углеводы посмотрите мою конференцию питания кто еще не видел можете заказать даже не зале программа тренировок у меня обучение индивидуальная кто хочет то и вообще есть можно в любое время суток можно хоть посреди ночи встать и поесть это нужно делать правильно это нужно индивидуально подбирать каждому затем нужно следить и можно есть после 6 можно не есть после 6 но в целом эта фигня все время звук пропадает блин звук те пропадает меня звук не пропадает нормальный звук курица с овощами не будет вредно так как смешивание углеводов и белков по сути три точки дальше по сути путник нет не будет вредно курица с огурцами это очень даже полезное явление и кстати идет очень хорошо что касается белков и углеводов то курица это белки огурец это не углевод огурец вторая живой продукт поэтому здесь нету смешивания белков и углеводов миф о том что обвисает кожа после похудения после похудения иногда описает кожа но смотря как вы похудеете если вы просто будете там чем какое-то колдовство устраивать с продуктами питания и с подсчетом калорий будете просто тупо смотреть за своим питанием там то мне есть то не есть и исходя до похудеете то скорее всего если у вас если очень сильно я быстро похудеете то наверное все таки у вас будут описать кожа если у вас будут еще правильные тренировки правильное питание то если вас будет описать кожа то совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть и очень скоро она стянется и не будут отписать поэтому многие женщины считают что для того чтобы классно выглядеть им нужно похудеть это толстый так считают худые считают что для того чтобы классно выглядеть им нужно потолстеть и первое второе не право потому что того чтобы классно выглядеть нужно быть хорошей физической форме а для этого можно обратиться ко мне, например, за помощью, помогу. Но если у вас достаточно желания и решительности, было бы желание, сделаем. Так вот, часто женщины, которые имеют превышенные фекально-жировые запасы, хотят похудеть, чтобы классно выглядеть. Они худеют, и что получается? Получается, что у них, ну, похоже, они на какую-то вешенку. Поэтому они опять хотят потолстить. На самом деле, им всего лишь нужно в тонусе держать свое тело. Нужно иметь хорошую физическую форму. Когда я говорю иметь хорошую физическую форму, это не значит, что женщинам нужно накачивать мускулы. Женщинам не надо накачивать мускулы. Женщинам нужно быть женщинами, мужчинам нужно быть мужчинами. Причем женщины держать себя в форме намного проще, чем мужчиня. То есть, мужчина по природе – такое широкоплечье существо, сильное, с мускулами, немножко агрессивное или очень сильно агрессивное. Женщина должна быть женственной. У мужчины по природе верхняя часть тела сильнее, у женщины нижняя. Так вот, чтобы женщине держать себя в форме, женщина может себя держать в форме, не выходя из дома. Используя элементарные, в общем, правильные приседания, в общем, и все. Приседания, подпрыгивания, подскоки, некоторые еще упражнения, которые можно легко выполнить на полу. Что касается мужчин, то мужчине необходимо подтягиваться, мужчине необходимо работать с железом, мужчине необходимо использовать тяжелые физические упражнения, отжимания в стойке на руках, приседания на одной ноге, выпрыгивания с глубокого приседа, вес на себя цеплять. И все такое. Вот. Поэтому, кто считает, что для того, чтобы классно выглядеть, вам нужно похудеть или потолстеть, вы заблуждаетесь. То есть, жир однозначно нужно скинуть. Фекально-жировые запасы должны быть всегда в норме. Их нужно сбрасывать. Балласт нужно сбрасывать. Ну, а не забывайте о том, что мышцы необходимо держать в форме. Путник. Такая же проблема, чего рельеф растет, а масса нет. Андрей Захаров. Это что у меня за сборище слонов таких? Ну, ладно, хотите быть слонами, сделаем из вас слонов. Только не говорите о том, что я вас не предупреждал. Ну, смотрите. Скажем так. Интеллигенты могут закрыть уши и не слушать. Например. Получилось. В общем. Представим такую ситуацию. Вы находитесь в горизонтальном положении с дамой. И занимаетесь двигательной активностью. У слонов, как правило, получается 1-2-3 раза. Женщина вас спрашивает. А почему ты можешь только 1-2-3 раза? А ты скажешь. А зато я могу штангу выжать 150 кг. И как ты думаешь, она будет довольна или нет? Она будет зубами скрипеть и довольна не будет. А если ты будешь тигром, то женщина твоя будет в восторге. И 10 раз будет не предел. Это такой маленький секрет тебе открою. Но быть слоном или тигром, это ты уж сам выбирай. Слоняру я из тебя сделать смогу. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Хорошо? Пиши мне в индивидуальном порядке. Сделай мне из тебя презренного слона. Так, после того, как похудел, появились растяжки по всему телу. Что делать с ними? Пройдут ли они? Пройдут, конечно. Какие твои годы, Юдаев? Пройдут. Покажи мне свои растяжки. Или нет, можете показывать в скайпе. Напиши мне. Индивидуально обсудим. Рельеф лучше, чем масса. Конечно, лучше. Ну, понимаешь, Red Bull 96. Они считают, что лучше быть слоном. Я выжимаю штангу 150 кг. Или что-то мне считают. Спроси у них сам. Какие лучше на молоке или на воде? Какие каши? На молоке или на воде? Выбирай сам. Молоко с кашами – штука совместимая. Поэтому можешь молоко употреблять с кашами. Какие упражнения делать, чтобы становиться мужиком? Мужиком. Хорошо. Чтобы увеличить мужскую силу. Просто тема не очень такая интеллигентная. Поэтому я о ней предпочитаю не говорить. Чтобы увеличить мужскую силу, нужно делать именно то, что я даю. А я даю это практически всем. Даже если еще не говорят, что я хочу быть слонярой, то я вам объясняю, что слонярой быть это не круто. Потом если он на самом деле хочет быть слонярой, ну что поделать? Ну, делаем из него слоняру. А чтобы увеличить мужскую силу, необходимо тигром быть. Нужно быть сильным и выносливым. Тогда все будут довольны и всем будет хорошо. И по всем параметрам взлетишь и вырастут крылья. Рельеф растет. Масса нет. Масса нет. Михаил, похоже, это массовая проблема для занимающихся. В чем дело? Массовая проблема. Нет массовой проблемы. Рельеф растет. Смотрите. Я уже объяснял эту ситуацию. Дело вот в чем. Причина номер первая. Скорее всего, вы туда засунули чего-то не моего и наломали массу дров. Это раз. Причина номер следующая. У вас превышены фекально-жировые запасы. Если у тебя, например, 76 килограммов, и ты тренируешься, у тебя сила растет, рельеф тоже растет. Ты тренируешься пару месяцев, у тебя получается вес 72 килограмма. То есть, ты по факту скинул 4 килограмма. Мышечная масса растет, поверь. Мышечная масса растет, но сначала сбрасываются фекально-жировые запасы, а потом, потом ты уже увидишь через некоторое время, что на самом деле ты пожилистым, сильным, выносливым. А мышечная масса начинает расти так же, как и начинают сбрасываться фекально-жировые запасы. Все упражнения надо делать в первую очередь правильно и ритмично, быстро, чтобы сохранить взрывную силу, чтобы не превратиться в слоняру. Послушать что-нибудь по теме конференции «Спартанец». Тема конференции мифа. Спрашивайте о мифах, задавайте о мифах, потому что мифов настолько много, что я аж ни одного не помню. Все упражнения надо делать быстро. Так, это было. Действительно ли баня помогает сжигать жир или это миф? На самом деле, что происходит в бане? Конечно же, в бане и в сауне сгорает жир. В бане и в сауне выходит вода. Но если вы считаете, что вы чисто из-за бани, из-за сауны, вот так вот на раз-два быстро похудеете, то смей вас огорчить. Жир, конечно же, может уходить, но жировые запасы уходят намного быстрее, чем фекальные. А если у вас очень большое брюхо, то необходимо сбрасывать в первую очередь фекальные запасы, потому что фекальных запасов там большинство. То есть, шлаки, сауны выводятся очень охотно. Очень охотно шлаки выводятся. То есть, фекальные запасы и фекально окаменевшие запасы. Правильным питанием и интенсивными физическими нагрузками. То есть, необходима встряска. Что касается бани и сауны, можешь добавить себе как дополнение. После тренировок ходить в баню, в сауну, это очень классно. То есть, продувает все поры, выходят все токсины, и получается организм очищается, кожа очищается, и кровообращение улучшается, и всё хорошо. Ну вот, что есть, то есть. Белки раздельно от углеводов лучше усваиваться. То есть, мышцы растут легче. Белки отдельно от углеводов лучше перевариваются и быстрее усваиваются. А мышцы просто получают то, что им надо, намного быстрее. Поэтому растут. Но, чтобы они росли, необходимо ещё их правильно тренировать. Михаил, зачитывай, пожалуйста, вслух реплики, на которые отвечаешь. Хочу отвлекаться в чат, иногда... Судил, просто не ясно. Не понял. Как моей самке сделать попку упругой и без целлюлита? Ты её ко мне отправляй. Сделаем. Сделаем. Клавдий. Ну, хотя бы пускай выпрыгивает с глубокого приседа. Хотя бы. Пускай хотя бы выпрыгивает с глубокого приседа. Пять подходов по сколько может раз процентов на 90 выкладываться. И выпады. Пускай делает выпады. Тоже пять подходов. И пускай скакает на скакалке. Вот. Это минимум, который я могу сказать сходу. Вот. Ну, если у неё очень много целлюлита, ну, понимаешь, что нужно уже подробнее смотреть. То есть, в большинстве случаев, вот это вот то, что я сказал, оно принесёт пользу. Контрастный душ. Как начинать? Максимально горячая и холодная вода через две недели ведёт к ознобам. Несколько раз пробовала постепенно. Если как-то дозировать температуру, чтобы и не халя. Посмотри, что касается под душу. После тренировки заходишь в душ, делаешь воду тёплой. Потом делаешь воду горячей. Моешься в воде. Потом делаешь воду очень горячей. Делаешь воду максимально горячей, которую ты можешь переносить. Дальше врубаешь резко холодную. И такое ощущение. Ты начнёшь задыхаться. У тебя учащается дыхание. Ты постой так под этим душем около минуты. Намочи себя со всей стороны холодной водой. И выползай. Тогда тебе можно будет впрорубь окунать. И всё будет нормально. Интересно твоё мнение про L-карнитин. Л-карнитин. Не знаю, что такое L-карнитин. Гёрл. Извини. Ты меня, может, расшифруешь, что такое L-карнитин. Как увеличить объём мышц пресса. Комплекс на пресс подходит. Подходит. Ронин. Ну, а чтобы твой объём пресса был виден, бывает упражнений недостаточно. То есть, никакие упражнения на пресс тебе не помогут, если у тебя есть превышенные фекально-жировые запасы. Необходимо спустить эти фекально-жировые запасы. Тогда твой пресс будет виден. А чтобы увеличить объём пресса, вот используйте упражнение, которое я даю. Шикарный галстук. Спасибо. Галстук как галстук. Я его даже завязывать научился недавно. Бегать по лестнице по лестнице для результатов по 100-метровке. Но я не тренер по спринту, скажу тебе сразу. Но результаты это повышает. Бегай. Только ты бегай быстро, максимально быстро, так будто за тобой гонятся 100 собак. Абулалим. В зале говорят, что не надо вес бросать. Вылетают могут суставы. Бросать, смотря куда бросать. На голову, на суставы, на ноги бросать не надо, я с ним согласен. Что значит бросать вес? Поясни, я тебя не понял. Кто говорит? Знаешь, в зале вообще очень много говорят. В зале вообще обычно, когда приходишь, и самые, в общем, идиоты, самые ужасные, самые страшные, самые архитичные существа, которые посчитались книжек, которые ни хрена там не делают, ходят только советы свои раздают, которые не работают. Кстати. Вот эти люди любят в зале советы там раздавать. У них не спрашивают, только я тебе хочу совет мудрый дать. Посылают таких людей в задницу. Вежливо или невежливо. Как можно увеличить уровень тестостерона? А зачем тебе увеличивать уровень тестостерона? Оскал. На тренировках, когда делаешь упражнения, сжимай крепко зубы и оскаливай их. У тебя должно быть не жалостливое выражение лица, а злобный оскал. Тогда у тебя повысятся результаты, получишь мощный прорыв, и тестостерон тоже повысится. Увидишь, и со штангой приседай, выпрыгивай с глубокого приседа. Так, что там? Пролетели вопрос. В день голодания можно в баню или в бассейн? Можно. Можно. Почему уж нельзя? Лучше в баню сходи. И воду пей. Обязательно пей воду. Александр. Спорт. Михаил ездил верхом и увеличил тестостерон. Ну, хорошо, отлично. Ездил верхом, значит, ездил верхом. Я верхом не ездил. Чего не делал, такого не говорю. Да, Вадим Шлахтер говорит, что верховая езда повышает тестостерон. Я очень уважаю Вадима Шлахтера и очень ему верю. Но то, чего не проверял на себе, говорить не буду. Вот, это раз, два, но не у каждого есть конь, чтобы ездить, в общем, верхом. Но если Вадим Шлахтер говорит, значит, нужно делать, потому что Вадим, Вадимович фигню не говорит. Вадим говорит, только нужные вещи. Будильник. В плане, чтобы нарастить 10 кг мышц при росте 176, пишите с килограмм. Потник, так, плен, напиши мне лично, мы с тобой обсудим. Всё, я понял тебя. 10 кг эти твои, нарастить не проблема. Только 10 кг будет не тупой какой-то, в общем, неповоротливой массы. Это будут 10 кг, которые могут превратиться в ядерный взрыв. Которые будут, в общем, сильные, выносливые. Будут разрывать всё, что угодно. ПМС, это критическое дни. А, вот оно что. Что там было по ПМС? Непонятно. Не помню, что там по ПМС было. Но у меня ПМС не было никогда. К сожалению или к счастью. Вот. Так. Как интересно всё. Где-то тут мой молодец. О, я даже научился банить некоторых. Молодцов. Так. Как лучше тренироваться? Один день, одну мышцу или один день все мышцы? Смотря для чего? Если ты хочешь быть слонярой, слоны, как правило, тренируют. Ну, один день, одну мышцу. Это не хватит 9 дней. Потому что мышцы их более 600. А дней в году всего лишь 365. Войс на костном 366. Поэтому за два года, если будешь качать каждую мышцу с частотой один раз у два года, то... Ну, и накачаешься. Я прокачиваю все мышцы за одну тренировку. Вообще, этот вопрос нужно пообсуждать индивидуально. Как дышать во время выполнения упражнения на пресс? Я знаю, что вдохи носом выходят в ртом, живот выходить. Смотри, когда... При усилии ты вдыхаешь. При расслаблении ты вдыхаешь. Вот и все. Ой, господи. Рецепты похудения. Кто же вас просит эти рецепты похудения выкладывать? Ребят, ну, если вы прочитали где-то какую-то умную статью и вам написали в каком-то гламурном журнале, что это очень хорошая статья и, в общем, умная она, и что она может вам помочь, какой-то молодец диетолог, то не говорите то, в чем вы не уверены. Не говорите то, чего вы не знаете. И все будет хорошо. Как лучше тренироваться? Один... Угу, ты уже читал. Пытается худеть. Целый день у них в рационе два яблока, кусочек курицы. Как им только объяснить, что это полный бред. Ну, как-то объясни, что это полный бред. Если питаться в день кусочек курицы и два яблока, ну, не знаю, сколько они протянут. Понимаешь, в чем дело? В чем беда большинства диет, изобретенных мудрыми, вроде как бы мудрыми диетологами. Беда в том, что... Но, если взять калькуляторы, посчитать, то вроде бы все правильно. Но, если копнуть глубже, то бред получается полнейший. Если кушать, например, яблоки и курицу, организм не будет получать всего остального, что ему надо. Скорее всего, к яблокам и курицам у родителей будет отвращение. И еще они могут сорваться и начать жрать все подряд и в офигенно больших порциях. И если они там скинули по 5 килограмм, то наберут по 15. Но ты уж найди способ как-то им объяснить. Найди. Как научиться приседать на одной ноге, пока не получается. А зачем тебе учиться приседать на одной ноге? Ты сначала на двух научись, выпрыгивая из глубокого приседа. Научишься. Когда сможешь сделать более 50, тогда сможешь присесть на одной ноге. Питание, невосстановление должно отличаться от питания, тренировочные дни. Да не особо. Не особо. Ты смотри больше, на что тебя пробивает. На что тебя пробивает, то ешь. Что касается основных принципов, основные принципы, они те же самые. Гусев Андрей, мир тебе. Михаил, тебе мир. Гусев Андрей, гусев или гусев. Возможно, уже спрашивали сто раз, интернет зависает, но я слышал, пресс нужно качать каждый день или нет. Это тоже миф по поводу пресса. Мой пресс тренируется не каждый день. Далеко не каждый день я свой пресс тренирую где-то раз в 3-4 дня. Два раза в неделю, короче говоря. Но какой у меня пресс, ты видел. Поэтому вывод следующий. Далеко не обязательно тренировать пресс каждый день. Нужно просто спустить излишние фекально-жировые запасы и тренироваться правильно. Вот всё. Так, время у нас подошло к концу. Спасибо всем, что посетили мою конференцию. Спасибо за ваши умные вопросы. Спасибо за просто вопросы. До новых встреч. На связи.